По словам начальника Запорожского областного управления департамента Виктора Сурова, в местных следственных изоляторах и колониях, помимо прочего, контингента содержится 13 киллеров, двое лидеров преступных группировок, 126 участников преступных группировок и два лица, склонных к захвату заложников. 16% осужденных в нашей области отбывают наказание за умышленные убийства, 33% за кражи. По словам выступавших, Госдепартамент по исполнению наказаний большое значение придает социальной реабилитации и индивидуальной воспитательной работе с осужденными, заботится об их образовании. В вечерних школах в настоящий момент учатся 800 обитателей колонии. Многие имеют возможность приобрести разные специальности. Вместе с тем представители департамента жаловались на недостаточное внимание государства к исполнительной системе. В то же время областная власть готова поддержать тюрьмы и колонии. Областная государственная администрация, органы местной власти, в любую минуту, понимая те проблемы финансирования, которые на сегодня имеет ваша система, практически из всех направлений, готова в любую минуту включиться для того, чтобы помочь вам решить те поточные вопросы, которые сейчас могут выникнуть в отношении жизнедеятельности ваших установок. В ходе коллегии ряд ее участников были удостоены наград. Начальник запорожского УИИН Виктор Суров получил орден за заслуги перед запорожским краем. А несколько журналистов, которые освещают в средствах массовой информации правоохранительную тематику, получили от департамента исполнения наказаний почетные грамоты. Это реестр людей, которые...